всем привет друзья рад видеть вас у себя на канале и не посоветовали мне недавно колоду про тесте сказали это очень сильная колода и это монах монах со снайпером потому что снайпера реворкнули и я старался не обращать на это внимание но перечитав таланты а именно то что у него теперь при выходе мини боссов и боссов срабатывает шрапнель которая снижает броню которая наносит физический урон оглушает дизар море увеличивает урон и короче это охрененная саппорт пешка теперь который еще наносит урон по босс засунул я вместо ловчего обычно играю с ловчим и прямо сейчас мы с вами запустимся в тренировочку и посмотрим что этим можно сделать поэтому желаю всем приятного просмотра кто кушает приятного аппетита маленькая пауза и будем начинать до сих пор донатишь через игру фатальная ошибка я расскажу тебе почему донати через специальный магазин разработчиков много выгоднее потому что с последним поднятием цен теперь через магазин при покупке любых товаров мы получаем на 10 процентов больше а в нынешней ситуации поверьте мне это супер важно потому что чем больше вы доносите больше вы экономите как это сделать приходим сайт маркет вк play rusho поди 4 8 выбираем нужный товар это обычная круговая площадка нет официальные сайты разработчиков здесь есть абсолютно все товары если вы не понимаете что платина это валюта которая конвертируется в любой товар при покупке и вы получаете сразу на аккаунт и вы можете привести за нее все что угодно кристаллы пропуска любые это созданно для вашего удобства а также из пропуска здесь все плюс 10 и здесь отлично есть также кристаллы давайте возьмем где-то 500 кристаллов за ту же сумму что в игре плюс 250 убираю я свой айдишнику также убирать свой айди плюс платформу а дальше вы можете ввести секретное слово а секретное слово это создано чтобы поддержать любимого видео блогера или стримеры которые вам нравятся поэтому выбирайте моё ходовое слово алле вводите его при покупке можете написать мне конец сообщение обязательно вижу потому что они приходят мне в помещении тески не пропишут я вижу после чего нажимаем отправиться вылетает покупки и вы выбираете любой удобный метод для оплаты все классно круто легко а главное то чтобы плюсе на 10 процентов поэтому пользуйтесь так ну что братишки запускаемся в бой и самое важное что должно быть это должна быть двойная точка здесь у нас их 2 и надо выставиться так чтобы мы подкачивали точку роста есть как бы в центре есть в углу наверное поставлю в центре потому что это более-менее идеальный вариант у нас будет на раскачку три двойных три точки роста быстро мы прокачаем надеюсь накопим 10 глаз и получится сделать какой-то урон владик опять с нами опять он нам помогает потому что помогать нам больше некому в пвп идти страшно хотя в пп скажу заранее я показал хорошие результаты на этой колоде против душных колод поэтому я думаю что результат будет очень даже неплохим а если будет плохим то я в этом не виноват потому что я никогда ни в чем не рад если что виновата игра строим линию строим пересечения игра со снайпером ничем не отличается игрой с призывателем там слов чем просто строите братишек вот они уже кстати 2 нам не хватает и начинаю навевать стаки и начинаем качать точку роста просто на выходе в конце мы по точкам зевса я так понимаю засунем снайперов и чем больше снайперов будет тем будет больше минус армора оглушение быстрее минус армор будет настакиваться все последний остается какая-то подкрутка как будто пошла неприятная и не соответственно и для меня но ничего страшного маны кстати boost недельный еще работает поэтому помани у нас плюс и за счет таланта послушника мы сейчас будем как бы копить все эти сферки стаки первого подкачивать я не буду я буду копировать специально ждать чтобы появлялись первые для кино и чем больше стаков тем лучше поверьте урон можно разогнать прям отличный где-то даже больше чем с тем же самым ловчим или химиком прикольный конечно снайпер получился душный он он еще и блин на урон играет я так понимаю скоро все эпик и редкие пешки с талантами будут превосходить по своей ценности легендарки потому что есть у нас портальный маг есть у нас демонолог и вот просто вы сравните таланты портального и демонолога портальный маг на две головы выше демонолога легендарные пешки с талантами я не знаю как происходит блин это такой big факт понятно глаза как обычно копится с трудом не уверен что мы вообще их накопим вот эти видите вокруг центрального 4 монаха я уверен что скорее всего они накопят глаза быстрее чем наш центральный потому что она всегда так происходит чтобы вы не делали единственное наверное радует то что амулет качается и хотя бы амулет в этой игре мы раскачаем снайпера будут делать свою работу вот она летит куда 220 на уже везде есть кроме того кто нам нужен есть как бы пробужденный и не хочется его наверное скипать сейчас будто хочется чтобы он постоял хотя бы это точно можно скипнуть первый глаз начало успеха огромное спасибо поехали 14 и у нас уже не очень красивый стол я бы даже сказал очень некрасивый но у нас всегда есть так так и чё это конец на второй волне серьезная игра да добро пожаловать вторая волна мы застакались ладно не совсем мы застакались за счет наших талантов мы можем делать вот так и вот теперь мы застакались все расслабьтесь и точно все поэтому придется один раз нажать зевса и может быть она что-то прокачает что-то как-то поможет нам два глаза есть я нажимаю зевса в надежде на на что-то но ничего не происходит как всегда начало очень хорошая середина очень говно как и концовка застакаться на второй волне просто имея рлики над ряду это восхитительно это просто гениально нажму еще раз зевса если ничего не прокачается она просто разломаю стол попытаюсь что-то посоединять получить может быть какую-то высокую ряду но что-то мне подсказать что зевс именно сейчас что-то и качнет давай братишка да есть так есть у нас вот так сразу же убираем вот этих братишек скипается да все нормально зевс как бы немножечко спасает ситуацию спасал ситуацию и опять все то же самое что и было ну ладно на таком столе на самом деле можно жить уже очень долго потому что то что сейчас будут вытворять снайпера это будет как бы очень полезно плюс пробужденный мечик будет все это дело раскидывать сейчас посмотрите если выйдет мини босс под конец но мини босса не выходит поэтому активацию снайперов посмотрим именно на горгоне давай вот выходит горгона начинается шрапнель она режет армор и каждая атака снайпера дополнительно режет армор давайте еще раз нажму хочется во что-то верить так есть вот так сразу же делаем сюда и вот пару слияния мы сделали ради того чтобы застакаться снова если прокачает зевс хотя бы какого-то из снайперов или мечей мы его скипнем кстати огниров нормально помогает спасибо что контрзак сейчас не чистит сейчас снайпера мне не нужны еще очень очень долго мы будем двигаться без них лично вы проскипали единственное немножечко хочется как бы монахов освобождаем может ошибка ошибка окладно лутаем монахов еще 3 лутаем убираем мечи есть 5 кстати если собрать каким-то чудесным чудом ряду то я думаю будет очень даже неплохо урона полный порядок пух 30 сфер есть амулет в порядке вопрос что по глазам потому что я немного не обратил внимание так давайте делать вот так и вот так до 7 есть особо тоже не нажимая зипса так этого первого братишку по что-то бы засейвить засейвим просто в самого себя чтобы более-менее раскачать стол и неплохо пока что очень даже неплохо так по глазам 3 представьте сколько я соединил за все время пробужденных мечей и у центрального только 3 я не знаю как это работает но мне все больше и больше кажется что это какая-то подкрутка потому что то как она дает это ужас это просто ужас вот 5 тут я уверен где-то 89 тут такая же ситуация и только центральный бедолага как бы не имеет в этой жизни ничего поэтому плевать пока на меч я просто буду выходить монахов пока нормас есть второе сразу соединим в точку роста соединим еще 1 2 это сюда 5 меч 5 меч кстати как я видел 7 глаз я походу что-то знаю про эту игру все таки потому что 7 глаз уже во время как у центрального как бы ну не особо все радужно стаков как бы нормально 45 сфер этого блин надолго хватит погнали 54 амулет все-таки я хочу уходить сферки надежде на то что глаза докачаются если не докачать это будет такой триллер просто драма боевик и комедия по мечи кстати нормально 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 летит бум бум пока что терпимо глаз не надо а зачем зачем какие-то глаза все правильно игра мы без глаз кстати здесь первая десятка уже есть запоминайте просто запоминайте первая десятка есть осталось три монаха вокруг это уже как будто какой-то вызов для меня так 7 близко слушайте тут близко прожимаем получаем 3 1 2 еще 1 5 ряда и наверное давайте скипать освобождать место на столе вот смотрите синие хорошие мечи четвертый глаз сюда здесь 8 идем неплохо пару раз монах ну снайпера не знаю для чего но sky будет на всякий случай вновь ему точно сейчас не помешает здесь 10 глаз накопить минимум 100 сфер сделать выставить снайперов по точкам и я думаю будет отлично потому что ну вот посмотрите даже так за счет бафа снайпера полный порядок раз сюда еще немножечко еще чуть-чуть а не надо полищи его нужно чтобы он прокачался наверное он не особо хочет качаться чтоб я соединил 4 точнее 5 5 если мы там получим 6 снайпера это будет прям отлично именно там я согласен чтобы он у меня был моно обжать сейчас нельзя потому что мы делать темный священник он любит наруинить в центр аккуратненько соединяем так влада полнейший порядок я думаю владу глубоко все равно что у нас там происходит 1 и вот вот наш шанс как бы скипнуть мечи куда кинуть синяя 1 так 2 10 глаз фиксируем фиксируем братухи вторые 10 глаз вот это кстати норм 6 так тут пятерочка нормально перегоняем все по плану все по плану почти просто прикиньте если 10 глаз сделаю чё там будет твориться что за суета там будет нажму наверное почему бы не рискнуть тем более есть снайпер который поможет же сюда еще 183 я думаю зевса можно не жать я думаю мы и так должны это убить да за счет шрапнели там просто ужас какой-то они урон прям слишком сильно на бустит но вопрос глазами все еще открыт это чё за цвета так нормально полечила не ожидал я там 1010 почему там так копится почему я не могу это накопить отлично есть еще 4 арлекин и опять сидим ждем боссов ждем боссов синего меча у нас нету чтобы он кинул ну вот синий меч вроде бы есть а есть даже пробужденный четко давайте скипну чтобы пробужденный 7 глаз серьезно когда я успел их получить и пробужденный по стандарту кидает туда куда ну в принципе и можно и не кидать было либунок чуть не пробил 5 отряда отлично проски полистол блин надо хотя бы одного снайпера надо оставлять на столе почти сотенчик стаков есть и что-то мне подсказывает что глаза мы тоже накопим нет накопим девяточка сюда последний глаз и успех ну я так понимаю доделаем она по снайперу на всякий случай сюда и отправляем 18 ряд неплохо за счет того что он постоянно крутим стол так и сейчас можно даже не нажимать я думаю да нет десяти глаз нам это все равно бываем второй мечик и 12 волна монахов пока что почти нету 5 стаков минимум мне еще нужно сюда этого братишку тоже убираем блин отлично очень много падает ряд что позволяет нам аккуратно проскипывать стол вот здесь можно закрывать принцип снайпером и даже может скопировать потом 6 дополнительно давай 10 отлично наконец-то мы дождались 104 стака максимальный амулет роста 10 глаз и проверяем урон неплохо очень неплохо вполне себе то теперь можно чисто улетать в стаке если нам позволит это сделать хотелось бы каких-нибудь может даже 200 сделать сюда сюда еще можно вот их соединить этих братишек окно и монаха скорее всего будем копировать чтобы убрать потому что как будто бы как будто бы дамы близких за стаку но на таком столе как бы ну не стыдно за стакаться по максимум как можно лучше стал я постарался сделать просто питом туда-сюда сейчас можно смело нажимаете в со чтобы братишки качались и под зевцом подивцом тоже все нормально ассасин домой вин как будто мало вам не кажется либо снайперов либо чего-то еще это можно даже лучше что-то построить третьего пересечения мы никак не скипнем и просто посмотрите как останавливается волна это даже наверное лучше лов чего потому что мини боссов много и волна просто будет стоять она просто будет стоять дизармориться ну посмотрите плюс она еще все дамажит минус армора там прям огромное количество блин как же мне понравилось с этим играть ребята на стойке стояли 100 б с вот этим вот со снайпером 100 б на таком монахи можно нажимать четвертый монах есть еще два ранга подкачать можно будет его копировать во что-то убиваем быстрее джина по понятным причинам ну блин если мы это еще и выиграем каким-то чудом но на волне конечно там поприятнее все идет как бы слишком большой урон и со сфер из руки и еще и кулаки там есть у нас нет ни хрена так огнерык вот во чтобы я скиднусь по-хорошему но кстати снайпера хорошо что она забирает если выпадет меч мы растакаемся неплохо очень даже неплохо слушайте есть еще 5 арлик для чего-то непонятно правда для чего хотя план у меня есть как бы куда его убрать сейчас посмотрим насколько нам повезет либо не повезет а застанели мне основного пойдет вирус бан нормально отряду понизит и проскипаем мы ее а то хотя бы накопим стаков достаточное количество ну я надеюсь это братишку можно подкачивать это тоже есть так там немножко слизь лежит как будто с вот этих снайперов которые мне есть сейчас не хватает ладно есть еще один зачистим волну немного и на боссов я думаю нам этого хватит скопирую дополнительно еще одного снайпера главное чтобы без контрзака пойдет тоже нормально можно убирать еще чуть-чуть мечики это братуха вот это братуха так как убрать вот этих друг от друга и нужно чтобы какой-то трибунал пробил но нежелательно не сильно хочу чтобы он все-таки пробивал золотую тоже можно куда-то придумать можно было бы куда-то придумать но нет двух снайперов вижу что мало нужно как будто третьего кто-то добавлять я так надеялся что здесь будет т7 но здесь к сожалению дряда если всех их сделать т7 то будет отлично этому час трибунал нас пробьет это будет не страшно поехали 11 бы это немного мы расстакались нет не пробьет не пробивает оздря жмем дальше есть что качать еще снайперов все начинают атаковать чем быстрее не атакуют тем больше они срезают брони поэтому это чисто наших интересов отлично это мы тоже скипаем а и замечательно смотрите дополнительные стаки еще вот так вот так можно прям смело делать ну и все то количество снайперов которые у нас есть сейчас этого прям до хрена 8 миллионов откуда-то было белого урона мне даже страшно думать откуда вам макака домой без шансов узинг тоже очень легко как будто у монаха сплэш урон а сплэш урона нет без монопа дождаться огнели ка сюда и потом просто full столкный перо закрыть главное чтобы там слизь не летела в центрального если без слизи в центральном будет будет уверенно уже могу по 10 миллионов но это немного вроде бы 30 миллионов мог бы это будет 100 б а в теории хочется простоять в районе там 400 500 если мы со снайпером это сделан хоть и хрен его знает это непонятная просадка пора нажимать моноп на 28 секунде но я этого почему-то не делаю очень верю в свой успех и без этого да да хрена мини боссов и наверное сейчас это меня больше радует чем я переживаю посмотрим на урон пожалуйста больше так делать не буду извините зажал я моноп когда я не должен был зажимать моноп и чуть не поплатился за это потому что я посмотрел что колдун убился очень легко то есть по нему крит урона прям очень сильно хватило помогать и крит урон то не такой большой и кинула на палку а монах у нас стоит ровно в центре так вот это понижай это нужно понижать так снайпера хорошие стаки хорошие и вопрос отдавать ли сейчас на трибунала давайте скиднем или пускай пробьет короче если пробьет то пробьет давайте смотреть говна вот макака бьет трибунала не прибывает спасибо спасибо так какой-то непонятный дополнительный крест у нас появился зря до стоит ее вообще никто не планирует трогать раз можно нажимать каждую двадцать восьмую секунду теперь нам надо будет обязательно нажимать моноп чтобы боссы выходили здоровьем поменьше блин там очень хороший стол там 314 стаков 20 очками это как бы ни хрена себе смотрится так 140 откуда 140 взял тоже хороший вопрос были внутри снайпера и снайпера мало явно стал до этого был получше понеслась до 7 хорош блин три миллиона белого урона прикиньте насколько же сильно на все бустит и хочется верить что дряду понизится дождемся немного пока вирус разойдется я надеюсь он разойдется побыстрее 28 секунда и поражать как бы игра где мой вирус в основного или на основном в этот раз не перекинется как она как она работает она не перекинулась на основного она засрала все вокруг но на основного так и не упала так 1 скопировать нечего очень надо убирать как-то мечи но я очень не знаю как это делать окно в конце пошел знаменосец и блин вот если бы она вот чуть-чуть быстрее на стаке было было бы вообще имба это еще с красным глазом висящем на монахе 23 волна уже тем временем мог бы по 20 миллионов все еще ждем упа еще ждем бы подожди ты хоть контрзак и порезали но все неприятно огнеры ковдряду просто одна бесполезная клетка на столе из-за этого получается все волну зачистили там-то 6 меч появился это можно выиграть 300 400 б если мы выстаиваем то это победа по идее влад не должен на таком джинни простоять дольше без ведьмы хотя ману я ему не режу так-то 6 монах сюда ну что рискнем да надо будет рисковать потому что то 6 монах это очень печально его надо будет убирать после огнеры кого-то этого вам 7 меч это всяко лучше ну я по крайней мере надеюсь еще потом я один раз кипну вот этого как бы монаха потому что тоже надо 1 1 монах тут точно не нужен сейчас у нас на монахе больше скоростяки три с половиной процента казалось бы это немного но в данной ситуации это прям важно но блин что-то просадка пошла и вот сейчас интересно что будет трибунал делать как будто бы я даже манап нажал сейчас на этих боссов давайте 1 3 отлично так то 6 ряду понизила и и можно пытаться добавлять добавлять что-то куда-то это мы тоже маны прям достаточное количество можно крутить стол только блин первую дряду бы потому что справа каким-то чудом появился первый монах чего я очень не ожидал ой 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 короче рискуем нельзя терять т7 ранг очень нельзя если закинет темный то в принципе акта волну я думаю мы еще переживем за счет остановки снайперов 18 должны убивать хорошо да ну помогать и проблемы и опять первый стоит опять стоит 1 так уверенно просыпайся дружище банк 2 нечего скопировать ну блин 4 4 снайпер может это действительно мало как-то под манапом все уверенно когда манап заканчивается и выходит какая-то макака на боссе это ужас макака прям настолько срезает крит урон которого и так нету этого братишки так принять еще один крест каким-то чудесным чудом закрылся погнали 2 и 6 нормально тут вообще как будто получше я не знаю почему она так распределяется и надо пытаться скипать но если там будет 1 это будет как бы очень грустно посмотрите на знаменосца если бы мобы не забегали вперед знаменосца то урон бы настолько быстро на нем настакивался это было бы не законтрить погнали хорошо неплохо еще по скорость атаки больше скорости атаки пойдет так стоит еще 5 стоит еще 5 159 стаков волна 30 миллионов сатенчик это наверное уже точно есть и понизка еще раз его да снайперов рубит снайпера маленькие плюс еще этот снайпер хилит скипнуть или не скипнуть два трибунала скипнем короче мы мужчины запомните мы мужчины это надо скипать потому что у нас будет возможность убрать т6 ничь и погнали банк ну то 6 монах тоже нормально что мы скипнули а ну короче ничего не поменялось этому не спешите в комментариях писать что я снова что-то зрынил потому что ну и грубо говоря не поменялось ничего в этой ситуации я просто колледж то очень мало снайперов стоит очень мало снайперов и они не успевают на всех а за счет того что на волне у них по всем атака они не успевают на каком-то определенном братишки на стакать так 3-4 есть 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 и на фото влад то зашел как он был мог меня сейчас руинить вот этим вот призывателем который полетел мне так еще один снайпер хорошо это важно и вот знаменосец вот это знаменосец прям хорошо отлетел правда сейчас на волну меня не будет монапа хотя он и не нужен на боссов поэтому я нажму на волне его а на боссов плевать боссов я и так этих убил а мужик эти просадка мы живем хорошо мы живем монах плюс снайпер кто бы мог подумать вообще были прикиньте вот сюда хотя на самом деле это 7 меч это 6 меч это 4 меч они дают хороший буст скорости атаки возможно даже лучше чем снайпера которые могли там стоять я правда не уверен в этом так ты 5 а и хорошо тоже нормально еще и зевс откатился на волну так а вот на этих боссов надо будет нажимать потом она поэтому прожмем на 28 секунде его даже так смотрите они просто гуськом гуськом как будто какой-то громовержец по ним бьет они просто еле-еле выходят и за счет этого на какой-то высокой волне мы можем спастись что они просто не дойдут там до портала и выйдет босс а по боссам у монаха вроде более-менее норму главное это на волне не пропустить 43 ляма волна так выходит знаменосец на 1б на 1б знаменосец ну и вот надо останавливать сейчас трибунал джахнет нас однозначно 4 и 1 7 меч до джахает чем серьезно так добавляем снайперов ловим говно в монаха так дальше укоротитель кукловод сильно ли это важно главное что центрального не трогает трибунал я очень удивлен сверху какая-то конечная как будто легкий застак ловится как будто ничего не соединить а нет все есть активация но и меня призывателем очень-очень сильно руинят это тоже сюда главное чтобы нам хватило урона без монаха центрального закрывает ну как бы отличный отличный минивоз и вот если бы мы не останавливали 57 кстати если бы мы не останавливаем мы бы это не убили я так понимаю монах можно не жать смотрите смотрите как только снайпера настакивают урон просто дичайший 32 по урону это я уже не скажу сколько а где сработать сейчас должен перестать вами не босса нажимаем она что будет габела будет габела тем более там пудинг давайте родные там постоянно работает призыватель постоянно активен призыватель под пятнадцатым призывом я не знаю как это дефать вот сейчас надо нажимать дефса еще снайпер пудинг вирус и габела постоянно чтобы я не делал там работает призыватель я не знаю как это контрить ну просто невозможно это ужас так пожалуйста ребята давайте 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 колдун только не в центр это близко но не центр нормально живем пока что а я не моя не имею права нажимать дефса хотя можно откатиться отлично отлично стоять мне еще обязательно нажимать манап обязательно очиститься хорошо активации там не должно быть так зевс откатиться единственно чуть-чуть не будет манапа не знаю но скорее всего макокринг центр это будет переворот потому что моба 60 миллионов это уже это уже многовато заход очка 1 там тоже должен быть переворот но мы оглушим наших боссов давай опасность опасность ребята а макака если бы я выставился в другую точку было бы получше чисто макака вот он вот он минус как бы я захотел получше прокачаться поставил в центр если бы стояла в левом углу мы бы еще это убили и скорее всего на следующей волне мы бы победили но слушайте результат очень даже неплохой 265 б просто с каким-то редким героем со снайпером я вам говорю с сойкой и со снайпером с монахом ребята делают 100 б поэтому обязательно попробуйте по талантам на снайпера все правы и все правы и он будет творить что-то невероятное с монахом лево-лево-право мечи тоже все правы и дриада на урон копье амулет рост пробуйте потому что это действительно работает и в каком-то плане это прям очень сильно спасает если у вас нет ловчего или чего-то еще хотя если у вас нет высокого ловчего или вы не знаете чем играть то спокойно делайте так и у вас все будет хорошо всем огромное спасибо за просмотр надеюсь это было полезно потому что я для себя открыл что-то новое и как бы этим наверное будет интересно играть я погнал еще раз всем спасибо и увидимся в следующих видео пока друзья за субтитры сделал DimaTorzok